Предпринимателям республики сделали послабление. Некоторым разрешат работать. Список избранных весьма ограничен, но и они смогут открыть свои двери только после официальной регистрации на сайте работающая Бурятия. Но дело это непростое. Без подводных камней, как водится, не обошлось. Подробнее Ольга Расункаева. Правлять еще не пробовали. Многие жалуются, что с этим тоже трудности есть. Эти самые трудности Людмила пытается обойти несколько часов к ряду. Проблема с заполнением графы – обоснование работы. Главное не только убедить в своей необходимости, но и правильно отправить документ. Ну непонятно, какой файл именно, какую информацию загружать. Горячие линии отвечают, все время занято. Вот, пол дня сидим. А вместе с ними сидят и все соседи по бизнесу. Подать документы с утра, когда заработал портал, было сложно. А те, у кого получилось, пожалели, что поторопились. И трудность была в отправке ОГРН две лишних цифры. Я собрала две последние цифры и отправила. Не могла я дозвониться до колл-центра. Дозвонилась в третьем часу, и они говорят, нам поступила такая информация, что портал не работает в полную силу. Вы должны ОГРН приложить к нам. Я не знала этого. Портал разработали и запустили за пару дней. Форма заявки, на первый взгляд, трудности не создает. Но есть нюансы. Например, как оказалось в графу «Обоснование» достаточно ввести пункт указа главы республики или распоряжения правительств, в котором указана деятельность предприятия. Дополнительно прикреплять какой-либо документ нет необходимости, а потому эту вкладку на сайте будут убирать. Он делался очень быстро. Но, как мы все понимаем, та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она как раз требует таких сверхоперативных решений. Риски того, что определенный сбой, они есть. Но в случае возникновения таких рисков, комитет нам пообещал, что они будут крайне оперативно разрешаться. Сайт доводит до ума уже в процессе. Правила диктует форс-мажор. Проблема в том, что повторную заявку теперь можно будет подать только после официального отказа. Он должен прийти на почту. И только после этого повторить попытку регистрации. Вопрос в том, сколько ждать того самого отказа. Заявок уже пришло около двух тысяч, и каждая будет обрабатываться в ручном режиме. Нормативного срока нет. На одно министерство уже 700 заявок упало, на другое всего 20-30. Это все-таки мера послабления. И мы рекомендуем, чтобы работодатель ответственно подошел. И все-таки, если можно, не весь состав выводить. Если предприниматель открылся и без приказа предприятия об разрешении работы будет перемещаться или работать, то, соответственно, будут применяться штрафные санкции. Под эти санкции попадают десятки предпринимателей. Те, кто сегодня поторопился открыть свои двери. Поэтому бизнесмены продолжают обрывать телефоны горячих линий. Полный список номеров можно найти на сайте, работающего в Урятии. В правительстве же просят набраться терпения. Еще пара дней, и ажиотаж закончится. В постоянном режиме работать начнут сферы социального обслуживания, магазины запчастей, СТО, ритуальные услуги, строительные организации и другие предприятия.